Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня поговорим о любопытной профессии, потому что она тоже есть. И название в последнее время у всех, наверное, на слуху. Ну, по крайней мере, аббревиатура. Но связано все с тем, что и дата юбилейная есть. Обо всем этом мы поговорим с нашей гостьей. А в гостях у нас подполковник внутренней службы Виктория Владимировна Астафурова, начальник Люберецкого межмуниципального филиала УФСИН России по Московской области. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, давайте расшифруем все-таки, что федеральная служба исполнения наказаний существует в России. И это вот Люберецкая, скажем так, филиал, если можно так выразиться в данном случае. 7 мая 105 лет уже со дня основания уголовно-исполнительной инспекции в СИН России. Я так понимаю, что в связи с этой датой, собственно говоря, какие-то будут проходить мероприятия, наверное, грамоты будут вручать, будет торжественное заседание. Как вообще готовиться к вот этой юбилейной дате в такой, в общем-то, структуре, где праздники нечасто бывают? Праздники бывают нечасто, но всегда руководство УФСИН России по Московской области поздравляет своих сотрудников с памятными датами, тем более юбилейными. Вручаются медали, почетные грамоты, благодарности. Проводятся торжественные мероприятия. Ну и напомню, что это уже сегодня происходит 105 лет, вы вступаете в 106-й год жизни. Кажется, ну, наверное, все-таки, если брать историю России, то и до 105 лет существовали подобные службы, потому что, ну, как говорится, люди делятся на две категории. На тех, кто как бы послушные граждане, выполняющие законы того времени, в котором они живут, но и граждане, которые эти законы нарушают и так или иначе попадают в самые различные способы содержания. Ну и начнем сегодняшний разговор самого простого вопроса. Что входит сегодня в обязанности человека-гражданина, который работает в качестве правоохранительных органов в УФСИН? Вот, то есть, что это такое? Потому что у всех, ну, всегда ощущение, что УФСИН или ФСИН – это некая такая структура, стражник стоит возле такой клетки, и там человек весь измученный в ней внутри находится. Но это же не совсем так? Нет, это не совсем, конечно, так. Уголовно-исполнительные инспекции именно осуществляют наказание и меры уголовно-правового характера без изоляции от общества. Также мы контролируем исполнение меры пресечения в виде домашнего ареста, запрета определенных действий и залога. Ага. То есть речь идет о том, что если человек, например, не изолированный от общества, да, говоря вот таким профессиональным языком, ну, он находится под домашним арестом, это, наверное, одна из мягких, да, можно сказать так, форм, но у него есть ограничения. Домашний арест подразумевает, даже не может выйти, да, на улицу? Нет, не может. И в магазин за кефиром не может сходить. Понятно. И, например, у него запрещено ему пользоваться интернетом, то есть вы еще отслеживаете, входит он в интернет, пользуется он им или нет, да? Конечно, да. Но при этом вы же изымаете, например, у него компьютеры или не изымаете? Нет, компьютеры не изымаются, направляют сообщения провайдерам, таким образом отслеживаются. А, даже провайдерам? Да. Также при осуществлении выходов по месту жительства проверяются компьютеры, телефоны на предмет выхода подозреваемого либо обвиняемого в интернет. А кроме вот ограничения по интернету, какие еще бывают такие вот, может быть, домашние, ну, скажем, запреты? Потому что у нас еще, кстати, вот сейчас мне вспоминается, у нас много криминальных фильмов, кстати, я думаю, что вы, как и другие представители правоохранительных органов, иногда их смотрите с такой профессиональной улыбкой, но тем не менее. Вот есть такие, например, ограничения, что ты не можешь подходить, ну, например, развели супругов там по какому-то закону, и вот он не имеет права приближаться к ней там на 10 метров. Есть такое? Да, бывают такие ограничения. Также ей бывают ограничения по общению с определенными лицами. Перечень данных лиц указывается следователем непосредственно. Вот. Также бывают запреты по отправке и получению какой-либо корреспонденции, телефонных переговоров даже. То есть человек может даже быть ограничен, вообще не имеет права говорить по телефону с кем-либо, либо с конкретными лицами, да? Да, с кем-либо, либо с конкретными лицами, все в зависимости от того, что будет прописано в постановлении суда. Вот. И как долго это может происходить? Потому что, опять же, наблюдая за судебным процессом, мы видим, что иногда процесс такой бесконечный, и насколько человек может быть ограничен, и потом эта мера пресечения либо снимается, либо видоизменяется, или каждый раз по-разному? Каждый раз по-разному. Мера пресечения может быть и незначительно долгой, очень долго, в зависимости от того, сколько будет длиться следствие, в зависимости от того, насколько будет необходимо в дальнейшем продлевать домашний арест. Все это на смотрении суда непосредственно. И много таких вот на сегодняшний день дел, тем более, что мы видим с появлением, скажем так, социальных сетей, с появлением новых законов, ну и связанных с нынешним временем. То есть, если раньше, например, человек мог репостнуть что-то, ему ничего за это не было, то сейчас может и прилететь, верно? Может. То есть надо внимательно изучать законы? Конечно. А вот если человек, например, делает какой-то репост, не будем сейчас брать какие-то такие особенности сегодняшнего времени, а вот он репост, который вот попахивает террористическими какими-то вещами, это тоже же попадает, да? То есть против него открывается дело, к нему как? Приходит кто-то, его вызывают куда-то. И как начинается все это ограничение? Ну, сначала работают следственные органы, и следственные органы уже выходят в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу либо под домашний арест, а дальше уже на усмотрение решения суда. Суд принимает решение об избрании для него меры пресечения. Ну, и так интересно складывается, что, конечно же, мы воспринимаем ВСИН как структуру такую, ну, силовую, да? Есть у нас такое понятие силовики, но тем не менее, насколько я понимаю, в вашу работу также входит и некая помощь осуждённым. Как она выглядит, как это, помощь от ВСИН осуждённым? Вы их кормите, вот это я имею в виду, те, которые изолированы от общества, или что? Нет. Уголовно-исполнительные инспекции, они оказывают всестороннюю помощь. И с принятием федерального закона номер 10 от 6 февраля 2023 года о пробации в Российской Федерации, уголовно-исполнительные инспекции осуществляют помощь осужденным, состоящим на учёте, оказавшись в трудной жизненной ситуации. Эта помощь заключается в восстановлении утраченных документов, в трудоустройстве, в оказании медицинской помощи, а также в восстановлении социально значимых связей. С этой целью уголовно-исполнительные инспекции очень тесно взаимодействуют и с органами социальной защиты населения, и с МВД, и с центрами занятости, а также с администрациями городских округов. То есть получается, что ваша структура не только следит и выполняет закон с точки зрения по отношению к тем или иным гражданам, которые его нарушили, ну, в разных вариациях, но и ещё даже помогает потом, когда, например, человек действительно осуждён, бывают длительные сроки, бывает надолго вырываются, что называется, из общества, и у вас это ещё входит в обязанности ему каким-то образом помочь. Конечно. Основная цель наша – это поставить осуждённых на путь исправления. Для этого мы оказываем всестороннюю помощь, которая им необходима, чтобы человек начал вести именно законопослушный образ жизни, соблюдать действующее законодательство и в дальнейшем не совершать при каких-либо преступлениях и правонарушениях. Ну, в финале первой части давайте всё-таки вернёмся к тем, кто... Вы рассказали уже о контроле за осуждёнными, которые производятся, те, которые... Ну, под домашним арестом, такие. Гибкие, мягкие, я бы сказал, бархатные формы заключения. Но есть и заключения, которые связаны с тем, что человек находится за пределами гражданского общества, то есть изолирован. Вот это немножко другая история? Это другая история. Мы занимаемся непосредственно исполнением наказаний без изоляции от общества. То есть получается, что ваше подразделение тоже делится на некоторые направления? То есть есть те, которые конкретно занимаются людьми, находящимися конкретно в заключении. Это отдельная история. А вы занимаетесь теми, кто по домашнему аресту. Уголовно-исполнительные инспекции непосредственно занимаются теми, кто без изоляции от общества. То есть кому дали исправительные работы, обязательные работы, условный срок. Бывает отсрочка исполнения приговора. То есть теми осужденными, которые находятся у нас в обществе и не изолированы от него. А раз они не изолированы, то мы предполагаем, что они не являются уж такими суперопасными, что их нужно изолировать. Поэтому это такой гибкий подход. Я так понимаю, да? Поправьте, может быть, я не прав. Гибкий подход государства, когда если человек совершает какое-то такое правонарушение из этого ряда, то идут проверки. И если человек, например, действительно что-то нарушил, выносится какой-то там приговор, скорее всего, может быть, административный штраф, иногда, может быть, и уголовным делом заканчивается. Но есть шанс, грубо говоря, быстрее вернуться в общество и продолжить свою обычную жизнь. Верно? Конечно. Не изолируя осужденного от общества, даже независимо от того, что человек совершил преступление, уголовно наказуемо, ему дается шанс в этом обществе измениться и справиться. И встать на путь исправления. Вот так мы завершаем первую часть, чтобы вы понимали, что есть два таких направления. Сегодня мы говорим об именно том направлении, которое касается вот этого гибкого момента в СИН, когда речь идет о наблюдении за теми осужденными лицами, которые не, что называется, отрываются от общества, а просто на какое-то время немножечко строится вокруг них определенная стена. Ну а потом все решает суд. Напомню, что у нас в гостях сегодня, 7 мая, в день 105-летия со дня основания уголовной исполнительной инспекции в СИН России, Виктория Владимировна Астафурова, подполковник внутренней службы. Продолжим после небольшой паузы. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». Сегодня, 7 мая, отмечается 105 лет со дня основания уголовной исполнительной инспекции в СИН России. Кстати, такое интересное совпадение, 7 мая еще и день связи, так что, видите, у нас, можно сказать, коллегиальный такой праздник. Виктория Владимировна Астафурова, подполковник внутренней службы, находится здесь у нас в гостях, начальник Люберецкого межмуниципального филиала УФСИН России по Московской области. В первой части мы выяснили, что эта организация занимается наблюдением за теми осужденными лицами, которые не изолированы от общества. Домашний арест, запрет на определенные действия. И вот об этом мы сегодня и говорим. У нас вчера буквально смотрел большое расследование, касающееся несовершеннолетних. Несовершеннолетних, к сожалению, это, во-первых, сами по себе такой возраст, когда человек иногда может немножко пойти не туда. Плюс сегодня мы наблюдаем, что преступность, которая всегда использовала детей, она еще использует их с цифровой точки зрения. Но это не является темой нашей сегодняшней программы. Тем не менее, несовершеннолетние, число их, к сожалению, в каких-то преступлениях потихонечку растет или, по крайней мере, неприятное число. Я думаю, что вы с этим сталкиваетесь, и за несовершеннолетними всегда стоят родители. То есть несовершеннолетние тоже входят в вашу профессиональную деятельность и находятся под вашим непосредственным надзором? Да, конечно. Есть несовершеннолетние, которые приступили закон. Суд вынес обвинительный приговор, дали им наказание без изоляции от общества, и они у нас стоят на контроле. То есть они как бы под контролем родителей, но это как бы никто... Но прежде всего под вашим контролем. Да. Работа уголовно-исполнительных инспекций строится в тесном взаимодействии с комиссией по делам несовершеннолетних. Также в целях осуществления контроля за несовершеннолетними проводится большая работа с сотрудниками ПДН, МОИ МВД России и Люберецкая. То есть они на протяжении всего срока проверяются по месту жительства, изучаются их жилищно-бытовые условия. Также проводятся беседы с законными представителями. Либо с родителями, либо с девушкой, бабушкой, у кого кто есть. Да, конечно. Также затрагиваются вопросы по организации досуга подростков, чтобы у детей было менее свободного времени, чтобы они были задействованы в каких-либо мероприятиях, не только проводимых в школах, но также проводимых в городских округах. Ну, ваши коллеги были здесь у нас, мы говорили на эту тему, именно работы вот этих инспекций с несовершеннолетними. Сегодня, в принципе, при правильном построении дела можно заинтересовать молодого человека. Но вот тут такой еще вопрос. Вот если он, например, имеет такое решение суда о том, что он ограничен в какой-то степени, как несовершеннолетний, он же может быть ограниченным. Может ли он, например, ходить в школу и в кружок, и домой? Вот так это работает. Или он должен, или даже, может, в школу ему нельзя ходить, если он, например, под домашним арестом. Есть такое для несовершеннолетних? Под домашним арестом, да, есть. Но, как правило, домашний арест в постановлениях прописывается о разрешении на посещение школы, поскольку это очень важно для несовершеннолетних, получение образования. Поэтому, как правило, их суд в этом не ограничивает. То есть более гибкий подход, да, чем ко взрослым? Конечно. Ну и в отношении осужденных, которым вынесено, допустим, дано наказание в виде условного срока, чаще всего прописывается обязанность о дальнейшем прохождении обучения. То есть чтобы детей заинтересовать, чтобы дети именно получили образование. То есть как бы мы, ну, я с такой романтической стороны смотрю, что если человек находится под условным наказанием, которое он совершил там в юном возрасте, да, получая образование, немножечко человек по-другому выстраивается, мозговой, скажем так, ряд, и он из такого неблагонадежного, да, подростка может превратиться в обычного нормального гражданина. Вот так это работает. Конечно. С этой целью проводится и воспитательная, и профилактическая работа, и проводится большая работа с родителями, которым необходимо показать, что мы им вовсе не враги, мы их помощники. И мы хотели бы, чтобы их дети стали на путь исправления. Ну, слава богу, нам это удаётся. Ну, и вот это очень важно, потому что, опять же, возвращаясь к кино, мы видим, что следователи, следаки, да, самые-таки главные герои, вряд ли мы увидим какой-то популярный фильм, хотя, конечно, что-то подобное встречается, где вот такой сотрудник вашей службы, который, значит, между детьми и большим государством, да, решает вопросы, как вот помощник, как вы говорите. И поэтому возникает вопрос, а кто эти люди? Потому что очень же такая профессия, которая требует, ну, во-первых, психологической подготовки, во-вторых, знания, ну, законодательства, естественно, и понимания того, вот как вы говорите, что за родители, бабушка, дедушка, какие отношения, как в квартире, что там и так далее. То есть тут целый набор профессиональных качеств. Где вы берёте таких специалистов? Как правило, наши сотрудники обладают этими качествами. С годами службы и с опытом работы они расширяются, прививаются всё более и более. Вот. На службу к нам приходят не только юристы, также мы берём людей с педагогическим образованием, психологов. Также инспекция всегда проводит очень тесную работу, особенно в отношении несовершеннолетних, именно с психологической службой в Сен-России по Московской области. Ну, да, это такой важный сейчас момент, да, наше молодое поколение, и которое, скажем так, правопослушное, часто психологами пользуется. А уж что уж говорить, если человек оступился. Вот. Следующий вопрос – это исправительная работа. мы тоже часто слышим такой вот приговор суда, да, и приговаривается, например, к тому-то и исправительным работам. Это тоже входит в вашу работу? А что это такое? Как это работает? Потому что, насколько я понимаю, от исправительных работ до лишения свободы есть там какие-то варианты. Если человек, например, отказывается работать, да? Да. А он может отказаться в таком условии, сказать вам, я не пойду работать? Тогда вы говорите, мы тебя в камеру отправим. Как это вот происходит? Исправительная работа – это тоже вид наказаний, который не связан с изоляцией осужденных от общества. Они отбываются на предприятиях, выделенных органами местного самоуправления. То есть осужденный к исправительным работам прибывает в инспекцию, ему выдается предписание для трудоустройства, и он идет на данное предприятие, трудоустраивается. И работает? И работает. В случае, если осужденный нарушает порядок отбывания наказания, отказывается от работы, то уголовные исполнительные инспекции направляют материалы в суд для рассмотрения вопроса о замене исправительных работ на лишение свободы. Неужели такое бывает, что человек так не хочет работать, что... Крайне редко, но встречается. А вот он работает, он получает какую-то зарплату или это бесплатный труд? Нет. То есть правительные работы осужденные оформляются в соответствии с трудовым законодательством, им выплачивается заработная плата, и с этой заработной платы производится удержание в доход государства. То есть как бы государство и человек вроде как что-то имеет, да? Хорошо. Насколько часто осужденные... Вот мы же знаем, что вроде как все сделано для того, чтобы человек оступился и потом уже исправился, как вот вы говорите, да? И больше даже не вспоминал о том, что когда-то было. Но мы понимаем также, что осужденные частенько идут по проторенной дорожке и возвращаются к вам. Часто это происходит сейчас? Нет. Это происходит сейчас нечасто. Чаще всего все-таки они встают на путь исправления. Люди трудоустраиваются, восстанавливают свои связи с семьями. И уже, да, в дальнейшем ведут законопослушный образ жизни. А вы иногда за ними следите? Или если человек полностью, ну, как бы освобожден, да, он не должен приходить, какие-то справки вам приносит? Нет, в дальнейшем они не должны приходить. Но все равно все живем в одном городе, встречаются. Ну и понятно, что опять же, если происходят какие-то подобные преступления, то иногда начинают, да, а кто у нас проходил по этому делу? То есть может отзвук такой из прошлого к человеку прийти? Ну, может. Ну и финальный вопрос нашей сегодняшней встречи. Конечно, что он будет похож, наверное, на медицинский разговор, потому что там мы часто говорим про профилактику. Вот на сегодняшний день это тоже, я так понимаю, входит в ваши обязанности. Насколько вообще можно профилактировать преступления? Конечно. С целью оздоровления криминогенной обстановки в округе уголовно-исполнительными инспекциями совместно с МВД проводится ряд оперативно-профилактических мероприятий, например, такие как розыск, условник, подросток, подучетник. А данные все эти мероприятия проводятся с целью выявления и пресечения каких-либо преступлений, правонарушений. Ну, я так понимаю, что какие-то выступления в школах, что-нибудь такое тоже есть, да, бывает? Обязательно, да. То есть это входит в вашу работу? Да, конечно. Это не просто потому, что вы так решили сходить, а вот это именно входит в обязанность. Конечно. А вот работу дети слушают. Вообще им интересно то, что вы рассказываете? Да, дети слушают, очень часто, очень активно участвуют в диалоге, задают множество вопросов. Им интересно данное направление. Ну, и на работу-то к вам приходят. Мы же знаем, что у вас, в общем-то, быстрая пенсия наступает, но служба сложная. Я имею в виду, учат сегодня на вашу профессию довольно много направлений. Приходит много людей. То есть интересна эта профессия? Я как бы строю мостик от школьника к студенту. Да, эта профессия интересна. Людям интересно оказывать помощь обществу, студентам, детям. Поэтому они заинтересованы и приходят. Ну, и вот 105 лет, напомню, сегодня 105 лет со дня основания уголовно-исполнительной инспекции в СИН России. Мы благодарим вас, мы поздравляем вас с этим профессиональным праздником. И очень хотим надеяться на то, что действительно помощь будет оказана действенной. У нас никто не будет никак не изолирован от общества, а все будут работать на благо страны. Это, конечно, иллюзия, так общество устроено. Но мы надеемся на то, что число преступлений и число пресекаемых преступлений, профилактируемых, будет, конечно же, число преступлений уменьшаться, а профилактика будет только улучшаться. Так что в вашем лице, всем вашим коллегам поздравлениям. И напомню вам, что сегодня об этой сложной, но интересной профессии нам рассказывал начальник Люберецкого межмуниципального филиала УФСИН России по Московской области, подполковник внутренней службы Виктория Владимировна Астафурова. Ну, это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пименко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова